Друзья, всем привет! Хочу вас познакомить с нашим новым членом семьи. Вот он котик, я вам покажу поближе. Назвали мы его Марсель. Такой красавчик, это такой домашний тигренок. Нам два месяца. Давайте я вам расскажу, вы уже видели предысторию, как я его забирала, немножко рассказывала, ну и расскажу поподробнее. Мы его привезли домой, он в этот же день сам сходил на лоток. Естественно, мы ему показали, что ходит он на лоток сам. Он не гадит нигде по комнатам, он ходит на лоток. И знаете, такой момент, он перед тем, как сходить в туалет, он очень сильно кричал, ну беспокойно себя вел. Первые два дня я не давала ему ничего, и на третий день я его проглистогонила. И ситуация улучшилась. Теперь мы не кричим перед тем, как в туалет сходить. Все хорошо теперь у нас. Котик очень активный, подвижный, да, ласковый. Он очень любит, когда с ним играют. Он на шторах не висит, но прыгает, бегает везде. Очень высоко прыгает. Спит. Он первую ночь спал со мной, а вторую ночь он уже сам себе определил местом. Я ему сшила лежанку. Я сделала отдельный ролик, как я сшила эту лежанку из старых штанов, без всяких каких-либо затрат. Все очень просто, очень быстро, и ему комфортно. Иногда он спит в ней, иногда, в основном, ночью он спит за диваном под батареей. И хотела еще немножко вам по поводу корма рассказать. Вот эти корма, вот в пакетике, я покупала вискос и вот этот вот фрискес. Вот эти корма, он кушает с очень большим удовольствием. Ну, наверное, все коты, кошечки любят вот такие штуки, но я не приучаю его к какому-то одному виду корма. Он не давал ему кашу рисовую, он очень хорошо ее кушает. И иногда помаленьку даю эти корма. Очень любит он мясо, как сырое, так и в любом виде. Мясо он вообще отменно кушает. Вот сливки, молоко, это как-то не очень. И по поводу вот этого корма про хвост. Первый раз, когда я ему насыпала этого корма, насыпала совсем чуть-чуть, чтобы посмотреть, как он будет кушать. Поел он его, ну, не с таким большим удовольствием, конечно, после этих пакетиков он ест, но покушал. И, знаете, он тоже такой был беспокойный. Он кричал почему-то, он и в туалет не ходил. И потом его вырвало. И вот эти вот шарики, они разбухшие были, но не переваренные. Я когда остатки, которые были в миске, высыпала в унитаз, мы, наверное, там, ну, сколько уже смывали, смывали, они плавали в воде. Я не знаю, какой-то пенопласт. Ну, состав вроде бы хороший. Выкидывать в корме я этот не стала. И потом уже постепенно, помаленьку, буквально там по 10 вот этих вот гранул я ему помаленечку давала. Он стал их кушать хорошо. И все, у него пищеварение нормализовалось. И теперь он кушает. Но добавляю я совсем чуть-чуть даю. Вот этого корма много не даю. Совсем немножечко даю. Поэтому он у меня ест все, что практически даем. Что-то с большей охотой, что-то с меньшей. Обязательно у него стоит водичка. Но я думаю, что он плохо пил воду. Может быть, из-за этого у него вот этот корм не переваривался. Сейчас он и водичку пьет хорошо. Сейчас у нас все отлично. Я его помыла шампунем. Мыла просто в раковине. Ну, как, знаете, как обычно коты там дерут когтями, орут. Нет, такого не было. Конечно, он немножко сопротивлялся. Но нормально, достойно. Он перенес купание. Помыли его шампунькой. Одел ошейник. Знаете, вот этот ошейник чистотел. Я не могу мне запах. Вот это вот. Не знаю, чем он пахнет какими-то травами. Но меня он настолько раздражает. Он вот. Я, ну вот этот ошейник выкину. Я лучше куплю капельки на холку. Но ошейники больше, наверное, не буду одевать. Либо у нас как-то мы покупали ошейники коту. Помню, был черный ошейник. Но у него не было вот такого запаха. Вот этих трав. У меня аж до тошноты вот этот запах. Мне, ну, не могу его переносить. Так, что дальше? Мы еще сделали нашему котику, помимо лежанки, я смастерила ему когтеточку. И что касается этой породы. Порода котика у нас бенгал. Это такая порода, знаете, она, ну, так скажем, как производная от хищника, что ли. Порода этих кошек, котов, очень они любят мясо. Они любят возвышенность. У них очень хорошо развита мышечная масса. Эти коты, они уважают, преданы своим хозяевам. Но они имеют свой характер. Какие бы характерные они ни были, но все-таки они к своим хозяевам прислушиваются. Но это то, что я прочитала. Вот сейчас я его проглистогонила. Нужно выждать 10 дней. И как раз нам нужно будет поставить прививку. Нужно съездить. У нас есть лаборатория, ветстанция. Вот я хочу туда съездить и поставить прививку. По поводу когтеточки. И я тоже смонтирую ролик. Там все достаточно просто и быстро. Я не заморачивалась, знаете, вот с какими-то. Я просто сделала временно. Если он к этому, он будет играть, если он этим, так скажем, будет пользоваться, то я потом со временем, может быть, сделаю что-то более цивилизованное такое. И такой момент, что пока он котеночек, он где-то на невысоких поверхностях спит. Он может на полу уснуть. Вообще взрослые коты и кошки этой породы, они любят возвышенность. И когда они находятся, допустим, в состоянии сна, либо вот отдыхают, им нужно находиться где-то повыше. Тогда они себя чувствуют в безопасности. Это то, что я прочитала именно конкретно по этой породе кошек. Как бы они не прихотливые, ну, главное нужен за ними уход, прививочку поставить, провистогонить и вот следить за состоянием. Цвет шерстки еще немножко поменяется. Я уже замечаю, что вот пусть он у нас находится где-то недельку, но у него уже окрас шерстки начинает где-то проглядывать более яркая такая рыжина. И это вот спинка, хвостик вот в этих местах. Ну, посмотрим, конечно, со временем, какой он будет. Когда он ходит на лоток, он очень-очень любит копать. Вот как я и говорила, когда лоток показывал, что как правильно насыпать камушки. Я сначала насыпала наполнитель под решетку, но потом увидела, что он копает. И коготочки зацепляются за решетку, если она абсолютно голая. Поэтому решетку я помыла и убрала просто под низ, поставила. Ну, вот сам лоток поставила на решетку. Насыпаю туда вот этот наполнитель Алиса в бумажной упаковке в низкоцене я брала. Мне понравился. От него нет грязи, пыли. Он хорошо удерживает запах. И ему нравятся вот эти камушки копать. Он сначала копает себе место. Потом, когда он сходит, он это все закапывает. Он нарывает такие кучи. Поэтому я убрала эту решетку. Раз ему лучше копать. И вот сейчас задумываюсь, если у меня закончится вот этот наполнитель. Это как такие гранулы, как камушки какие-то. Вот с древесным. Наверное, будет немножко проблемно, потому что древесный размокает гранулы и, наверное, будет лететь. Ну, посмотрим, как это будет. В любом случае, мы закончим тот и тот наполнитель. Потом посмотрю, какой лучше. Потом уже буду ориентироваться, покупать, какой нам лучше. Кстати, я пижамку, я же вам не показала. Вот сейчас покажу вам пижамку. Вот, поближе. Розовенькая, классная пижама. Вообще, ну, конечно, она мнется, но потом она все равно, вот эти крупные складки, они выравниваются. И она уже, ну, не такая мятая. Ткань очень нежная. Брючки, конечно, широковаты немножко, но я люблю, когда свободненькая, чтобы не было в обтяг. И мне очень нравится. Она вот прям невесомая. В ней комфортно и спать, и дома ходить. Рукав вообще идеально. Штанишки по длине тоже идеально. Мне нравится. Можно хоть так, можно хоть подзаправить один край, хоть всю рубашку заправить. Мне нравится. Мне комфортно находиться в этой пижамке. Отлично. Вот этот костюмчик, он хэбэшечка, на пуговицах. Стирается очень хорошо. Я уже его стирала. Не растянулся. Чуть-чуть он подсел, чуть-чуть. И как раз он мне стал хорошо. Очень комфортный костюм. Мне очень удобно в нем. Классный. Классный, правда, девчонки. Если где-то увидите, у кого есть такие магазины, ну вот в Омской области 100% есть. Либо заходи, либо караван называется магазин. И там продаются вот такие вот костюмчики. Цена вопроса 700-800 рублей. Классный костюм. И сейчас покажу вот этот вот костюмчик. Ну и вот, собственно, вот второй костюмчик. Классный. Размер подошел. Это размер М. Ну, эско бы тоже подошла. Но мне нравится вот, что свободненько. Нигде не давит. Ни резинка в поясе. Ничего. Классный, удобный, комфортный ткань. Вот у меня синий такой костюм с медвежатами. У него ткань немножко, я бы сказала, ну или поплотнее, или погрубее. Вот эти вообще, они невесомые. Просто на теле не чувствуются. Поближе вам покажу вот цвет. И мне нравится, что когда солнышко вот попадает из окна, вот оно прям золотом переливает. Красивый очень костюмчик. И главное, что комфортно. Друзья, еще у меня к вам такой вопрос. Так как сейчас на Алиэкспресс я столько посылок, как раньше, не заказываю. Так, ну тут не обращайтесь, что у меня на голове. Я помыла голову и заколола вот эту вот часть, чтобы у меня здесь вихор, чтобы он ровно был, чтобы он не торчал, волосы, чтобы вот так не были. И вот, посмотрите, видите, каратыши, видите, сколько антенн. Это вот отрастают у меня волосы. Вот этот пушок. Ну ладно. Итак, вот такой вот у меня к вам вопрос. Напишите, пожалуйста, так как я посылок много сейчас не заказываю на Алиэкспресс, что-то конкретное, какие-то вещи, которые мне нужны, делать это в отдельном ролике или вот, как я хочу, допустим, во влогах, в самом начале влога, если есть какие-то посылки, показать распаковку, а дальше уже основной влог. Либо все-таки вам интереснее будет смотреть отдельно. Но тогда придется ждать, когда придут там несколько посылок, ну и, может быть, это займет и не месяц, и не два, естественные цены поменяются. Ну, мне кажется, самый оптимальный вариант будет, вот посылка пришла, одна там и две, сразу показать в начале влога, кому интересно, посмотрят, дальше могут не смотреть. А кто смотрит и распаковки, и влоги, те посмотрят все полностью. Напишите, как вам вот такая идея, нормально будет? Или все-таки вы думаете, что лучше подождать какое-то длительное время и распаковку сделать отдельно? Для вас как будет комфортнее? И вообще, пожалуйста, напишите, что бы вы хотели видеть больше во влогах. Там готовку, уборку, может быть, что-то о себе там рассказать, либо мои, как сказать, мои мысли о каких-то ситуациях. Ну, вот такие моменты, что бы вы хотели во влогах больше увидеть. Может быть, бьюти-процедуры какие-то по уходу за лицом, за волосами там, ну, или еще что-то, может быть, вместе протестировать, какие-то маски, не знаю, какие-то уходы или еще что-то более конкретно. Короче, жду от вас обратной связи, обязательно напишите. Ну, а мы смотрим дальше. У меня сломался штатив. Он у меня, когда я снимала, как снег, чаще упал. Вот здесь, ну, я заклеила, тут нормально все работает, ножки так маленько кривоваты. И вот такая вот беда случилась. У меня крепление, вот, видите, сломалось. Я его попробовала приклеить, но этот малыш прыгал-прыгал, задел, он упал, и вот опять отломалось, и у меня теперь нет крепления для вот этого штатива. Остался только штатив, который с лампой. Вот этот вот штатив только с лампой, вот он остался. Но мне неудобно вот лампу постоянно либо снимать, либо крутить, вертеть. Ну, не во всех ситуациях удобно вот с таким штативом. Не хочу, чтобы вот у меня есть штатив с лампой, и теперь мне нужно новый штатив покупать. Вот я выделила здесь место, где у меня стоят капсулы для посудомойки, для выпечки всякая штука. И здесь я храню корм для котика. Ну, так удобно мне. Открыл, достал, все под руками. И если даже не я, а кто-то из моих домашних, тоже всегда знают, где взять. Кстати, вот эти пакетики сразу я весь, естественно, не даю. Мне этого пакетика хватает на раза 3-4. Я даю совсем по чуть-чуть, ну, в дополнение с какой-то другой пищей, но не полностью вот, что я его кормлю только вот этим. Девчонки, вот, собственно, вот такой я сделала когтеточку. У меня не было какой-то ткани, и кофт каких-то таких не было, ну, чтобы мягкие, теплые были, чтобы обтянуть. И вот нашла вот такую вот, ну, знаете, это раньше такие покрывала были. Она хорошо тянется, и я вот из нее сделала вот такую когтеточку, просто обмотала джутом. Джут у меня здесь тонкий. Можно на несколько раз обмотать, можно взять толстый джут, там, миллиметров 6. Но у меня какой был, я таким обмотала. В принципе, ему нравится, он играется. Навешала ему тут на веревочке шарики, колокольчики, он с этим играет. И еще вот такая когтеточка у мамы была, она мне отдала, я ее помыла хорошо. Он, кстати, играет. Поставила я здесь, потому что, ну, как-то в других местах я ставила, там не очень он играет, а здесь ему нравится. Вот я вот эту штуку ставлю вот так, и он здесь бегает, прыгает, играет. Полотенечко, в котором его привезла, я постирала. И так как он любит спать вот на этом ведре с порошком, постелила сюда. Он периодически здесь днем спит. Ночью он здесь не спит, а днем он здесь спит. Ну, вот такие вот у нас теперь есть игрушки. Вот, сладенькие лапки сложил и сидит. Марсель, Марсель, вообще ноль реакции. На кличку он иногда реагирует, иногда не реагирует. Но, я думаю, привыкнет. Что еще всего-то он тут, ничего у нас. Но к нам он уже привык. И к сыну папа еще его не видел, только ему отправляла видосики. А вживую еще они не знакомы. Охотник. И там я обшивала... Ну, вот как вам сказать, вот эта вот подкладка. Мы пол, когда стелили под линолеум, вернее, под USB, застилали вот эту подкладку. Ну, блестящая такая, фольгированная. Радиатор машины ей закрывают. И я вот ей обтянула, что она мягенькая. И сверху уже обтянула тканью. И сломала второй свой пистолет для горячего клея. Нужно будет в фикс-прайсе купить. Сломала курок. И неудобно теперь, что надо пальцем продвигать. Пробовала сделать, но не получилось. Там пластмасска отвалилась и все. А, кстати, я вот на одной руке себе ногти переделала. Вот такие сделать. Игровые здесь я попробовала. Матовые нанести. Но мне глянец как-то больше нравится. Вот эти блесточки лучше проглядывают здесь. В инстаграм я выставляла уже эту фотку. А на правой руке еще ничего не делала. Тут страх божий. У меня еще не было времени. Нужно заняться и переделать. Но мне нравится дизайн. Я такой в инстаграм увидела и решила повторить, сделать. Смотрится прикольно. И выполняется он очень-очень легко. Это стемпинг. Можно, конечно, и нарисовать, у кого руки из нужного места растут. Но мне проще было сделать стемпинг. Блестки. Потом размывала синий гель-лак. Наносила стемпинг. И где у нас не было синего гель-лака, там у меня молочная база. Тоже размывала молочную базу. И получается вот так вот. Вот такой эффект. Ну, здесь нужно было подальше сюда, наверное, затянуть вот этого молочного цвета. Ну, как получилось, так получилось. Длину чуть-чуть убрала. В принципе, немножко убрала совсем. Мне нравится. Прикольно. Цвет можно взять любой. Можно взять вот как оранжево-коричневый. Но вот я захотела. Вот такой синенький мне понравился. Вот мы разыгрались. Уронили когтеточку. И что-то там унюхал за душевой. Туда его не пускаю, потому что... Ну, мало ли. Вот его халат привлекает больше, чем колокольчики. Пока я сюда не кладу ему лежанку, потому что ему еще тяжело так высоко запрыгивать. Еще и плюс высота лежанки. И, ну, пока вот так. А там посмотрим. Там уже будет он вообще спать на той лежанке. Не будет. Не знаю. И вот эта вот штука. Вот она... Надо ее прибить куда-то. Ну, пока не знаю, куда, пока он нигде когти не точит. Поэтому я пока ее никуда не размещаю так конкретно, чтобы прикрепить. Пока вот так стоит. Пока он играется. Кстати, девочки, вот это средство я опробовала для кухни, для душевых кабин. Я вам сейчас еще дополнительно расскажу. Для ванн. А вот это средство для кухни я попробовала. Что я могу сказать? Какие-то вот прямо совсем легкие загрязнения. Если вот вы приготовили где-то что-то у вас на фартук или что-то где-то брызнуло, да. Но если более какие-то такие загрязнения, то, ну, бесполезно. Плита у меня индукция. Она вообще как бы по уходу. Тут средство, в принципе, по минимуму. Главное тряпочка. Если есть какие-то капли от воды, от жира или еще что-то, отлично справляется сив-крем. Он там, абразив, очень мелкий, он плиту не царапает. Я пробовала помыть вот этим вот спреем. Я нанесла, оставила на минут 5. И я вам скажу так. Все равно капли остались. Мне пришлось приложить усилия, чтобы эти капли оттереть. Поэтому больше я повторять вот такую покупку не буду. И вам советовать тоже не буду. Вот так. Так, ну, есть более достойные средства. Для меня сив мне больше нравится. У меня есть вот такое средство Электролюкс. Вот это суперское средство. Нам давали его в подарок, когда мы покупали плиту. Так стоит, по-моему, около 500 рублей вот эта бутылочка. Мне нравится очень. Его нужно совсем немножко. Распределили по поверхности губкой. Дали немножко постоять. И просто влажной тряпочкой протерли все. И сверху сухой тряпкой натерли до блеска. Он затирает мелкие какие-то царапинки. Абразив не царапает. Запах такой. Ну, вот у меня полбутылки уже осталось. Я его очень редко использую. Мне жалко. И вот такой вот крем Сив. Мне очень нравится. Он очень бюджетный. Стоит копейки, особенно в фикс прайсе. Справляется не хуже Электролюкса. Отличный вот этот крем. Мне нравится. Правда. Ну, а вот это нет. Вот это я больше покупать не буду. Ну, конечно, я его доиспользую уже. А так я больше его покупать не буду. И касаемо индукционной плиты. Что я хотела... Как-то я же вам говорила, что подробнее расскажу. Ну, смотрите. Конечно, один минус для индукционной плиты это то, что не вся посуда подходит. Как проверить посуду, которая подойдет для вашей индукции? Берете магнит. На дно посуды кастрюли, либо сковороды какой-то магнит подносите. Если ко дну прицепляется этот магнит, значит она будет работать. Ну, вообще сейчас на всей посуде пишут маркировку, для каких плит подходит. Ну, вот это для меня один единственный минус индукционной плиты. Во-первых, о плюсах. Потребление электроэнергии минимальное. Я не заметила, что... У меня вот, в принципе, духовка электрическая. Плита получается тоже от электричества. Мультиварки, там, не знаю, холодильник постоянно включен, термопод постоянно включен, посудомойка работает, машина стиральная вообще не успокаивается. Как бы, ну и так. Мы во всех комнатах поменяли плафон и люстры. Теперь у нас все там светодиодное, поэтому электроэнергии потребления значительно уменьшилось. И с приобретением этой плиты и духовки я не заметила, что у меня стала больше оплата по электроэнергии. Духовка я готовлю в основном на индукции. Индукция тоже экономит электроэнергию, скажем так. Ну, там режимов-то много, но я всегда готовлю на индукции. Как правильно называется индукция? Ну, да, наверное, так. Конвекция. Вот, на режиме конвекция индукция, заговариваю, на конвекции. Так, и дальше. Во-первых, индукция, на ней очень быстро закипает или разогревается какая-то посуда, очень быстро. Я ставлю на самый высокий режим, чтобы у меня закипела, допустим, вода, либо разогрелось растительное масло. Потом я убавляю, вот у меня 9 режимов, ставлю на тройку-четверку, смотря что я готовлю. И вполне достаточно. Кашу можно варить на единички, на двойки. Закипает быстро. Многие говорят, что индукция, она, на индукции все горит. Горит, если вы не убавите. Если вы убавляете, и вы, ну, это все вот чисто интуитивно, я без книжечки для себя определила, при приготовлении какого блюда, каких продуктов, мне нужно уменьшать на тройку, там, на четверку. В основном я готовлю на тройке. На четверке, ну, редко. Закипела, все, я убавила, и нормуль. Вот сейчас у меня жарятся котлетки. Ну, вы видите, вот на тройке, вот видите, как оно шкварчит. Ничего не горит. Нужно уметь правильно пользоваться плитой. Так, еще какой момент. Ну, у меня здесь таймером. У нас не самая дорогая плита фирма Хайр. Мне нравится эта фирма. Мне нравится, как работает. Огромный плюс того, что по сравнению с газовой плитой, с электроплитой, уход. Никакого практически ухода не надо. Протерли тряпочкой с каким-то средством. И все. Не надо вот это вот скоблить. К ней ничего не прилипает. Еще один очень огромный плюс. Вот у меня готовится. Я могу трогать вот всю плиту. Да, вот здесь она тепленькая. Но она просто тепленькая. Я готовлю. Я могу кинуть полотенце. Я могу кинуть вот бумажный какой-то там. Это у меня записная книжка с рецептами потрепанная. Какой-то вот. И я не переживаю, что у меня что-то здесь загорится. То есть мне очень удобно. Если вы, допустим, на электрике, либо на газовой плите готовите, вы уже смотрите, чтобы у вас рядом с поверхностью не было никаких таких легко воспламеняющихся предметов. Вот, ну, я не знаю. Честно, если бы мне предложили из всех существующих плит, газовая, электрическая, какие там еще они бывают, я однозначно выбрала бы индукцию. Индукцию я свою ни на что не поменяю. Еще такой момент. Да, не вся посуда подходит. Естественно, стеклянную посуду вы сюда не поставите. Она не будет готовить у вас. Эмалированная работает посуда. Есть очень хорошее приспособление. То есть не нужно будет вам менять всю посуду. Есть вот такие переходники. Вот он у меня уже повидавший вид и нужно его почистить. Я покупала этот адаптер на Алиэкспресс. Он тяжелый. Просто ставите его на плиту. Ставите посуду, если она у вас не подходит для индукции. Ставите посуду и у вас все прекрасно работает. У меня есть большая кастрюля. Вот она. Сейчас я вам покажу. Она очень дорогая. Покупала я еще ее. Ну, я покупала вместе с плитой. Но плиту мы установили намного позже. И знаете, она у меня не подходит. Она у меня не подходит под индукцию. Но я уже думала ее маме может быть подарить. Ну, как-то, не знаю, но мне было жалко отдавать куда-то. И вот мое спасение. Я в той кастрюле, я готовлю в ней там компоты. Либо большие объемы, когда вот икру на зиму делала, грибную, кабачковую. Адаптер, кастрюля. И все отлично работает. Адаптеры есть разного диаметра. Я взяла большого. На то, что большой диаметр, он подойдет на любую комфорку, скажем так. Ну, вот видите, не нужно оттирать вот эту решетку. Не нужно оттирать вот эти комфорки сами. Какие-то вот эти ручки, которые налеты жирные, потом желтеют. Не нужно этого делать. Просто в помощь нам любое средство. Вот из этих двух. И обычная тряпочка. Еще, кстати, девочки, тряпочки, которые я покупала в фикс прайсе. Вот. Ой, ну это просто суперски. Я пожалела, что я взяла, конечно, одну упаковку. Если я потом увижу. Вот в таре не было. В Омске я купила, а в таре таких не было. Надеюсь, привезут. И вот тряпочка с Алиэкспресс. И вот тряпочка с Алиэкспресс. Смотрите, что той, что той пользуюсь. Что ту, что ту стирала. Вот по размеру, да. Это стоило, по-моему, что-то около 40 рублей. Вот это вот комплект из четырех стоит 55 рублей. Во-первых, она и больше, чем с Алиэкспресс. Тряпки надо в стирку закинуть. Это я сейчас кофе вытирала, пролила и запачкала. Так что, девочки, увидите. Обязательно берите суперские тряпки. Вообще отличные. Вот тряпочка, средства протерли. И все прекрасненько. Так, еще спрашивали по поводу кофеварки. Спрашивали по поводу кофеварки. Эта кофеварка у меня давным-давно. Макс Вэлл. Капельного типа кофеварка. Я, конечно, хочу кофемашину, но цены кусаются. И как-то пока... Ну, пока это не настолько важно, чтобы ее приобрести. Меня устраивает вот эта вот кофеварка. Она мне, честно, досталась бесплатно. У меня много очень бытовой техники, которые мне досталось бесплатно. Я вам потом расскажу. Вот здесь выходит у нас... Так вот. Размеры. 5 чашек маленьких. Ну, вот. Вот. 5 чашек маленьких. Либо 4 чашек побольше объема. Ну, и вот здесь вот эта вот градация. Сюда мы в резервуар заливаем воду. Сюда мы ставим... Вот я сейчас варила кофе. Пила кофе. Нужно тоже вот ее как раз и помыть. Засыпаем фильтр кофе. Сюда ставим чайник. Вот этот. Куда у нас будет все готовый кофе стекать. И все. И она идет с подогревом. То есть, если вы ее не выключите, когда приготовится кофе, вот эта часть, она будет теплая. И кофе у вас сохранится теплым. Не остынет. У меня эта кофеварка уже много-много лет. Ну, уж точно больше 10. Ну, я активно стала пользоваться... Пользовалась очень редко. Сейчас я активно стала пользоваться именно этой кофеваркой. Ну, может быть, года 2. Прямо вот, ну, практически каждый день. Мне нравится. И у меня была другая кофеварка от Polaris, тоже капельного типа. Мне она не нравится. Сколько бы кофе я туда не сыпала, он какой-то получается ненасыщенный. Ну, когда я попробовала первый раз вот в этой кофеварке сварить кофе, сразу чувствуется вот эта насыщенность. Хотя пропорции пробовала и одинаковые, и по-разному. Сюда меньше, туда больше. Нет, вот эта мне больше нравится. Видите, она вот уже у меня здесь такая уже не отмывается, вот эта штука, какая-то пятно. Так что, девочки, если вот... Не знаю, как сейчас, но мне вот именно Maxwell мне нравится. Отличная кофеварка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.